Мы потренировались, треугольник паскаля составил, сейчас начинается настоящая работа. Здесь разбиение на подможество. Пусть у нас есть ноль элементов, и мы их кладем в ноль мешков. Как вы считаете, сколькими способами это можно сделать? Один. Один способ, конечно. Просто, действительно, ничего не делать, все замечательно. Дальше, у нас есть один предмет, и мы его кладем в ноль мешков. Ноль. На самом деле, конечно, ноль, потому что мешков просто нет. И вообще, когда у нас количество предметов больше 0, то они просто не влезут, потому что мешков нет. Отлично, есть один мешок и ноль предметов. Я напомню, когда мы там говорили о подделениях, в каждом мешке должен был быть хотя бы один предмет. То же самое, когда два мешка, когда три мешка, это все нули. Так, теперь вопрос. Один предмет, один мешок. Один. Один. Один, молодец. Держи, значит, опять. Два предмета, два мешка. Два. Один. Два предмета, два мешка. Сколько способов? Два. Один. Один. Мы договорились, что мешки, на взгляд, одинаково выглядят. Поэтому, когда вы упакуете по одному предмету мешок, то их можно переставлять, никто ничего не заметит. То есть, один способ. И вообще, когда предметов столько же, сколько мешков, то в каждом мешок аккуратно пойдем по одному предмету, а поскольку мешки неразличимы, поймите, то это один единственный способ. Отлично. А теперь один предмет, два мешка, это что? Два. Один предмет, два мешка. При этом в каждом мешке хотя бы что-нибудь должно быть. Ноль. Ребята, ниже диагонали здесь все время ноль. Ниже диагонали все время ноль. Начинайте интересно. Два предмета, один мешок. Два. Единственное. Смотрите. Есть два предмета и один мешок. Что мы делаем? Мы их кладем в этот мешок. Какое число? Один. Один. Три предмета, один мешок. Один. Теперь где они? Когда один мешок, проблем никаких нет. Три предмета, два мешка. Два. Один. Три. Три предмета, два мешка. Давайте я быстро рекламу рисую все эти способы. Смотрите. Один, два в одном мешке, три в другом. Один, три в одном мешке, два в другом. И, наконец, два-три в основном мешке, один в другом. Это, конечно, три варианта. Так, четыре предмета, два мешка. Вообще, это более тяжелее. Это, на самом деле, вот таких вариантов четыре штуки. Один, три, четыре, два. И, наконец, два, три, четыре, один. Таких вот у нас, очевидно, четыре варианта. И еще есть какие-то интересные варианты. Сколько их? Два. Смотрите. Можно один, два, три, четыре. Можно один, три, два, четыре. И можно один, четыре, два, три. Всего сколько? Семь. Всего семь. Четыре предмета, два мешка, семь в ряду. Теперь четыре предмета, три мешка. Давайте поймем, что это такое, кстати. Если три мешка, то обязательно будет такая ситуация. Можно выбрать два предмета каких-то, а остальные расставать по одному мешоку. Бывает еще один, четыре. Два и три. Бывает два, три. Один, четыре. Бывает два, четыре. Один, три. Три, четыре. Один, три, два. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. На самом деле это то же самое, что число сочетания с четырех форм. Это шесть. Если сейчас выписывать для идти предметов такие же штуки, ну конечно мы справимся, но это удобно. Поэтому лучше бы, если бы вы придумали какой-то способ для того, чтобы как-то быстро вычислять следующее. Вот здесь у нас было очень простое правило. Двадцать один это шесть плюс пятнадцать. Двадцать пять это двадцать плюс пятнадцать и так далее. Если вы здесь у меня учили... Семи из шести вопросов по-моему, когда вы решаете. Понятно. То есть вы не понимаете смысл задачи, а вы пытаетесь фантазировать по таблице. Иногда это получается, но лучше, если бы вы поняли комбинаторику задачи. Если бы вы поняли, как устроены эти числа. Посмотрите внимательно. Вот здесь была какая-то простая идея. Когда выбираешь К плюс один предмет из Н плюс одного, то последний Н плюс первый предмет либо выбирай, и тогда осталось выбрать К предметов из Н, либо не выбираешь, и тогда осталось выбрать К плюс один предмет из Н. Вот, ребята, очень похожая идея здесь. Пожалуйста, подумайте, у вас все получится. Идея, если нам дали... Давайте, давайте сейчас на примере чисел шесть и тридцать. Здесь я это расскажу, на примере чисел сочетаний, а сейчас мы на примере чисел Стивенка. Смотрите, нам дали шесть предметов, и надо их разложить по трех мешкам. Какие есть варианты? Шестой предмет или находится в отдельном мешке, или находится в мешке с какими-то другими предметами. Ребята, если кто из вас читал «Гарри Поттера», помните, в этой книжке была замечательная штука «Мантия-Небедимка». Скошная совершенно штука. Когда «Гарри Поттер» ее надевал, то его становилось не видно, его больше нельзя было найти. То шестерку надели эту самую «Мантию-Небедимку». Произошло следующее. Элементов сразу стало пять. Но, как вы помните, «Мантия-Небедимка» и «Мантия-Небедимка». Но все-таки она не до конца защищала. Например, пацанку его там могли найти, или, в общем, всякие были там разные проблемы. Здесь то же самое. Если ты сидел в мешке один, в своей «Мантии-Небедимке» ее надел, то происходит ужасное. Мешок сдувается, и это все видят. То есть ты был в «Мантии», но ты ее надел, но в итоге мешка нет, и это все заметили. То есть смотрите, какая история. Когда шестой находится в своем отдельном мешке, то остальные пять находятся в двух мешках. И эту ситуацию надо, конечно, считать отдельно. Вот такое бывает. А еще бывает, что шестой элемент находится с кем-то, с одним или с несколькими, в одном мешке. Таких способов. Это число стирлинга из пяти по три. А вот дальше нужна генеральная идея. Фигурные скобки. Да-да-да, твой, ребята, я совсем уже. Везде фигурные скобки, конечно. Это я забегаю вперед. Квадратные скобки будут, когда мы будем передаловывать. Извините, пожалуйста. Здесь везде разумеется, как у меня скобки. Спасибо. Фигурные, фигурные скобки. Итак, вот эта формула на самом деле не верна. Из пяти подлин надо еще умножить на шесть. Умножить на? Число мешков. Умножить на? Три. На три. А почему надо умножить на третий? Потому что в матье невидимки будет подпись в любой мешок. Потому что шестой элемент может находиться в любом из трех мешков. Ребята, представьте себе. Идет комплектование мешков. Пятеро уже распределились по трех мешкам. В каждом кто-то есть. Приходит шестой и выбирает себе любой из трех мешков. Кстати, давайте мы проверим по таблице. Вот здесь. Знаете, что такое семь? Да. Это дважды три плюс один. Это дважды три плюс один. А не знаю почему, потому что из мешков два, но вот этот четвертый элемент может показать в любой из них. Значит, чтобы получить число здесь, что нужно сделать? Нужно семь плюс один. Дважды семь плюс один. Сколько будет? Двадцать пять. Дважды пять плюс один. Дважды тридцать один плюс один. Сестьдесят три. Трижды шесть плюс семь. Сколько будет? Двадцать пять. Двадцать пять. Трижды двадцать пять плюс пятнадцать. Девятьдесят. Трижды девяносто и тридцать один. Трижды девяносто и тридцать один. Тридцать один. Отлично. Поехали сюда. Что такое, что такое, что такое у меня здесь? Нет, у меня надо так. 4 умножить на 1 плюс 6. 10. 10. Так, 4 на 10 плюс 25. 65. 4 на 65. 60 на 90. Сколько? 350. Так, поехали. 5 умножить на 1. Это будет 15. 5 умножить на 15. Это 75 и 65. Это 140. Так, осталось последнее. 6 умножить на 1 и 15. 21. Господа, вообще-то я сумел заполнить и вторую таблицу. Кстати, помните, мы с вами считали в самом начале занятия просто вручную. Какое там число было? Помните? В самом начале занятия. 50. Да, из 5-ти года мы считали. Вспоминаю, 15. Там получалось или нет? Здесь 15. Там у нас получалось 15. Согласна? Да. Значит, ну что, пошла сначала занять.